Христос воскресе! Уважаемые зрители, рада приветствовать вас в прямом эфире телеканала «Союз». Меня зовут Надежда Калинина, это программа «Четверть часа». Идет светлая седмица. В храмах совершаются праздничные богослужения, звучит колокольный звон и всюду раздается радостное «Христос воскресе! Воистину воскресе!». Кстати, о колокольном звоне. В Нижнем Новгороде сейчас проходит фестиваль колокольного искусства «Благовест», объединивший профессиональных звонарей из Владимира, Суздаля и Нижнего Новгорода. Ежедневно с понедельника по субботу светлой седмицы с 12 до 13 часов на колокольне Спасо-Преображенского кафедрального собора будет проводиться звон-концерт, а с 17 до 18 часов бесплатный мастер-класс для желающих на специально оборудованной переносной звоннице на смотровой площадке Спасской колокольни. Вот так громко и радостно на Нижегородской земле проводят светлую седмицу. О том, как встретили сам праздник Пасхи, сюжет наших коллег из телекомпании «Образ». Половина двенадцатого ночи. Еще немного и над Нижним Новгородом, над всей Нижегородчиной разнесется пасхальный трезвон и повсюду будет слышно ликующее «Христос воскресе! Пасхальная служба – самое радостное событие в жизни каждого верующего человека. Миллионы верующих этой ночью приходят в храмы, чтобы разделить друг с другом пасхальное чудо. В этом году по традиции центром торжеств в Нижнем Новгороде стал Кафедральный собор во имя благоверного князя Александра Невского. Пасхальное богослужение началось за полчаса до полуночи. Его возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Плащаница находилась в середине храма с пятницы на протяжении неполных трех дней, напоминая этим трехдневное нахождение Иисуса Христа во гробе. Священнослужители подходят к плащанице и, совершив каждение, относят ее в алтарь. Плащаница останется там до праздника отдания Пасхи. Ровно в полночь архиереи и священники, подобно женам-мироносицам, пришедшим ко гробу Спасителя, совершают крестный ход вокруг храма. Его сопровождает звон 64-тонного колокола соборный. Душа звенит внутри в такт колоколам, уста поют святые слова, а руки заботливо прикрывают пламя свечки от прохладного ночного беседа. А гели поют на небесе, и нас на земле с подломи чистит сердце. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Божественная литургия в этот день совершается при открытых царских вратах, которые не затворяются в течение всей Светлой Седмицы. Это делается в знак того, что Христос навсегда открыл людям врата Небесного Царствия. Христос воскресе! Божественная литургия в воскресе! Когда некогда Христос был распят и погребен, то оказалось, что тьма победила свет, зло взяло власть над добром. Но Христос восстал из мертвых, и Церковь восклицает! Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа? Христос вырвал жало у смерти! Христос разрушил врата ада! Вот и мы все свое упование будем полагать на Господа. А с Богом все у нас управится, устроится и благоукрасится. Я всех вас поздравляю с этим праздником великим. И пускай мир и Божие благословение пребывается всей благословенной Нижегородской землей и Русской землей. В православных храмах существует традиция читать на Пасху Евангелие на разных языках в память о том, что Святое Писание должно быть проповедано во всех народах. В этом году в Кафедральном соборе Александра Невского звучали евангельские строки на 21 языке, в том числе на греческом, латинском, иврите, японском, украинском, немецком, марийском, грузинском и других. Светлое Христово Воскресенье – великий объединяющий праздник. Его отмечают 2,5 миллиарда человек во всем мире, в том числе, конечно же, нижегородцы. Я очень люблю Пасху за то, что это очень светлый праздник. Прославляем Бога, самый главный – Иисуса Христа. С самого детства мама меня водила в церковь, и поэтому я сейчас тоже пришел за атмосферой, за этой. В эту ночь происходит внутри меня что-то такое необъяснимое, хорошее, какие-то чувства божественные пробуждаются. Этот праздник дает нам надежду, веру, что мы преодолеем любые препятствия, любые невзгоды. Любить надо Бога, и тогда, знаете, и в жизни все будет у вас хорошо. Под звон пасхальных колоколов у всех верующих начался новый богослужебный год – от Пасхи до Пасхи. И как две тысячи лет назад повсюду звучит «Христос воскресе» – в этих двух словах все сказано. На них основана наша вера, наша надежда, любовь, наша христианская жизнь и вся наша будущность. Воистину воскресе! 30 лет назад, 18 апреля 1993 года, в мужском монастыре Оптино-Пустынь в Калужской области, произошла трагедия. После ночной пасхальной службы некто Николай Аверин, вооруженный клинком, убил иеромонаха Василия Рослякова, инока Трофима Татарникова и инока Ферапонта Пушкарева. Эта история прогремела на всю страну. Много писали и говорили о мотивах злодеяния, в которых явно прослеживался сатанизм. Но нам важнее помнить убиенных монахов. Василий в прошлом являлся членом сборной СССР по водному полу. Имел в этом виде спорта звание чемпиона Европы. Сильный спортивный молодой человек окончил МГУ, мог стать журналистом, но избрал другой путь. Он одним из первых приехал в Оптину пустынь возрождать монастырь. Не раз посещал колонии строгого режима и проводил миссионерские беседы с заключенными. Изданы составленные им молитвы. Все, кто знал инока Трофима, говорили о нем, как о трудяге с золотыми руками. До монастыря был фотографом, пожарным, моряком рыболовного флота и в Оптиной не боялся никакой работы. Главное, чтобы она приносила пользу. Работал в коровнике, кузнице, заведовал гостиницей, водил трактор, был звонарем. Инок Ферапонт, неразговорчивый и на первый взгляд нелюдимый, неожиданно быстро нашел подход к местной молодежи. Ребята со всего района стекались к его столярному станку, а он с удовольствием учил их резьбе по дереву. Он был мастером на все руки, с легкостью мог соорудить кухонную доску или починить гусли, которых до этого никогда в жизни не видел. Плел четки, делал доски для икон, врезал кресты из дерева, был прекрасным звонарем, нес послушание в трапезной. В монастыре Оптина пустынь ежедневно поминают за божественные литургией убиенных братьев. На месте их упокоения построена часовня Воскресения Христова. В братье состоялся крестный ход, в завершении которого прошла панихида по пасхальному чину. Дорогие друзья, к разговору о событиях 30-летней давности в Оптиной пустыне мы еще вернемся, а пока у меня все. До встречи в 16.45 по московскому времени. Христос воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok